Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы с вами обсудим два события. Это возможный ремейк первой части Horizon, и да, вы не ослышались, возможный ремейк Horizon Zero Dawn. Ну а второе событие будет, это история о том, как консоль Xbox One опрокинули с новой игрой, при этом не опрокинули другую консоль восьмого поколения. Перед началом видеоролика, как всегда, прожимаю свой экстренный лайкусик, ну а также не забывая подписываться на канал, дабы помочь каналу добить 100к, огромное вам спасибо. Начну, пожалуй, с первого события, и вчера два издания объявило о том, что ремейк или ремастер Horizon Zero Dawn находится в разработке для PlayStation 5. Конечно, это можно воспринимать как жирный слух, но исходя из того, что недавно вышел ремейк Last of Us 1, то в целом, все может быть. В игре вроде как обновят текстуры, модельки персонажей, анимации, свет и так далее, короче, ее потянут до уровня второй части. Сразу скажу, что я не играл ни в одну часть Horizon, и мне было крайне интересно посмотреть на надобность улучшать первую часть до уровня второй. После просмотра сравнительных роликов, действительно можно увидеть, что разница есть, особенно в том, что они хотят улучшить. Но самый большой вопрос у меня заключается в том, а для чего это? Ведь первая часть, несмотря на то, что вторая действительно еще лучше, смотрится неплохо. И никаким образом нельзя сказать, что эта игра требует переиздания или же ремейк. На самом деле, я бы еще без проблем бы понял, если бы Sony просто хотел бы выкатить некую обнову для первой части, мол, чуваки, вот вам бесплатное обновление для плоки пятой, ну по типу как оптимизация под Xbox Series, в которой вы условно можете увидеть, для чего вам нужен наш сверхбыстрый SSD. Но нет, новость была именно про некую отдельную игру, которая, скорее всего, будет стоить еще и денег. Когда я прочел только эту новость, признаться, я жестко кринжанул, и если же в начале восьмого поколения переиздания были как-то в диковинку, поскольку это было нечто новым, мол, ну нету обратной совместимости, играть во что-то хочется, и вот вам старую игру в новой Next Gen обертке, и это хоть как-то там смотрелось адекватно. Но то, что пытается сделать сейчас Sony, а именно переиздать игру, которая, по сути, вышла недавно, это кринж. Когда обсасывалась тема надобности того же ремейка Last of Us, на самом деле, там было хотя бы некое обоснование, мол, чуваки, ремейк в первую очередь нужен для того, чтобы ПК игроки смогли его оценить, ну а также игроки на плойке тем, кому нужно качество, смогут ее пройти на более свежий лад. То есть ситуация с выходом игры для ПК, ну, действительно как-то немножко оправдывала то, что делают Sony. Типа, ну, окей, так уж и быть, кому надо, тот купит. Единственное но, это то, что ремейк стоил на Next Genовских 70 баксов не понравилось большинству, и это правильно. Ибо каких-то невероятных изменений, по большему счету, было не обнаружено. Да, игра выглядит свежо, но, по сути, она осталась той же игрой, которая была на плойку третью, и требовать, опять же, за это 70 баксов, ну, как минимум нагло. Опять же, многие после выхода того же ремейка Last of Us это как бы немножко схавали, потому что, опять же, там было оправдание, что она вышла еще и для ПК. Но в случае с Хорайзоном, игра и так есть на ПК, и она работает по обратной совместимости по луке пятой. И еще раз вопрос, для чего тогда этот ремейк? В этот раз Sony просто, видимо, свою наглость решила вообще распустить и попытаться хомячкам втюхать вообще ненужные переиздания. Я, конечно, понимаю, что найдется оправдание, кому нужно, тот купит, но поверьте мне на слово. Так можно оправдывать абсолютно все и даже говно. Когда я рассуждаю о тех или иных переизданиях, да и, мне кажется, любой игрок с опытом, чаще всего поднимается вопрос, а насколько нужно то или иное переиздание? К примеру, я не знаю, как вы, но лично я ко многим переизданиям, если честно, отношусь негативно, поскольку, опять же, большинство игр не требовались переиздания. PSOX, Sensor Remastered, GTA, Mass Effect, тот же ремейк нового Dead Space. По большему счету, эти игры не нуждаются в переиздании, ибо они и так неплохо выглядят в оригинале. Да, есть и игры, для которых переиздания действительно были необходимы, и оно сыграло на пользу проекту, к примеру, тот же Resident Evil 2. Это, на мой взгляд, просто прекраснейший ремейк, который действительно показывает игру на новый ад, и за который с удовольствием отдаешь 60 баксов, и неважно, играл ты в эту игру раньше или нет. Ты действительно чувствуешь колоссальную работу, за которую не впадло заплатить и оценить. Остальное же число большинства переизданий, это лишь ленивый шанс заработать бабла на том, на чем уже зарабатывали, поскольку разрабы сейчас начали грести бабло не с новых частей, не с новых каких-нибудь IP, не с каких-нибудь сюжетных дополнений, которые могли бы порадовать фанатов их серии, а с перерисовки с более четкими текстурами старой игры, оставляя при этом все старые механики, сюжеты и так далее. И я более чем уверен, что разработка таких переизданий обходится крайне дешево компаниям, поскольку все уже придумано. Осталось лишь перерисовать, и глядя на то, что уже есть вторые части, перенести модельку, мне кажется, труда не составит. Но зато извините, с вас 70 баксов, Next Gen все-таки. Даже если новый ремейк будет стоить, я не знаю, 30 баксов, то, мой взгляд, это все равно не должно радовать, потому что все равно это одна и та же игра. Меня больше, конечно, здесь поражает то, что многие это как-то оправдуют и начинают поддерживать материально. И то, что сейчас начинает делать Sony, мне кажется, это лишь прощупывание почвы на то, схавают это хомячки или не схавают. И поверьте, если ремейк Horizon Zero Dawn все-таки выйдет, и он будет нормально продаваться, вы просто офигеете от количества подобных ремейков. Я уверен, что многие подхватят эту тему, и бессмысленных таких вот переизданий станет еще больше. А почему? А потому что это будет продаваться. И мой вам совет, лучше не хавайте одно и то же второй раз, потому что вас будут попытаться накормить этим третий, четвертый и, возможно, даже и пятый раз. И все это за ваши деньги, не придумывая ничего нового. Второе событие, о котором мы поговорим, на самом деле не менее кринжовое. И касается она ремейка Resident Evil 4. Окей, допускаем, что мы уже морально готовы к четвертой части, потому что выпускалась вторая, третья. И если посмотреть на четвертую часть, да, которая вышла давным-давно, она действительно сейчас кажется староватой. Но проблема заключается в том, что эта игра выйдет везде, но не на Xbox One. Да, чтобы вы понимали, ремейк Resident Evil 4 выйдет на PlayStation 4, на PlayStation 5, на ПК, на Xbox Series, но не выйдет при этом на Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Если что, это не свежая новость, но просто вот вчера стало известно, что, скорее всего, это все-таки не ошибка. Дело в том, что ранее всплывала некая карточка игры для Xbox One на Амазоне. Все поверили, что игра все-таки выйдет на Xbox One, но, к сожалению, ее вчера или позавчера просто удалили, что в целом подтверждает то, что игра все-таки не выйдет на Xbox One. И это печально. Признаться, это вообще первый такой вот случай на мою память, когда игра для кроссгена не выходит под одну из консоль. Знаете, я прекрасно бы понял, если бы эта игра вышла бы только под дексген, или бы вышла бы только на консоли от Sony с пометкой эксклюзив, да, ну типа Sony подсуетилась. Но тогда, когда игра выпускается под все, ну кроме одной консоли одного и того же поколения, ну то есть, если вышла на плойку, то будьте добры, сделайте и на Xbox One, да, они ее не выпускают. Как так? Обсуждая эту новость в Телеграме, когда она вышла, на самом деле мне пытались сказать, что, ну пойми, Джамбо, там как бы Xbox One, он слабый. Ну понимаешь, типа вот они в 2013 году обосрались, типа там железа недостаточно, чтобы потянуть эту игру, но, знаете, такого бреда я не слышал уже давно. Просто дело в том, что ремейк, скорее всего, не будет нексгеновским, потому что он выходит и на кроссген, а именно на плойку четвертую. И если плойку четвертую сравнивать с Xbox One, то Xbox One не настолько слабее, чтобы он попросту не потянул эту игру. Просто здесь проблема не в мощности консоли, а, скорее всего, в какой-то консольной политике. И тут мне очень интересно, кому она все-таки более выгодна, Филу Спенсеру, да, чтобы продать там Xbox Series или же все-таки Sony, чтобы продать эту игру на плойку четвертую. Конечно, вероятнее всего, что это Sony с подхватилась и дали бабла разрабам, чтобы они все-таки выпустили игру под плойку четвертую, но это никак не подтверждено, потому что плашка, а именно слово эксклюзив, нигде не гуляет. Если вдруг у вас есть какое-то другое объяснение данной ситуации, то напишите об этом в комментариях, потому что я действительно не знаю истинную цель вот этого вот исхода. И почему так случилось вообще. Если честно, мне на самом деле в этой ситуации обидно за всех обладателей Xbox One, потому что эта консоль бы потянула и потянула бы точно тот же Xbox One X, но вот конкретно в Xbox One X надо было слушать меня, потому что я не раз говорил, что консоль умирает ровно тогда, когда умирает и другая консоль того же поколения. И дело в том, что консоль делится не по мощностям, не по террафлопсам, как многие думали, а именно по поколениям, поэтому вы не удивляйтесь, что игра, там я не знаю, не выйдет и на Xbox One X, хотя там в принципе мощностей хватает. Также меня начало бесить, что Фил как-то холодно относится к наполнению своей платформы, а именно Xbox, и начал просирать вот такие вот хайп-моменты. Дезлуп иксбоксеры поиграли через год после выхода, несмотря на то, что они купили целую беседку. Я прекрасно понимаю, что там права, эксклюзивы и все дела, но факт остается фактом, что иксбоксеры поиграют в последнюю очередь. Сифу, скорее всего, также в последнюю очередь выйдет на Xbox One, потому что его недавно анонсировали на Switch, и на Xbox One он, скорее всего, может появиться, ну или там на Xbox Series, неважно, может появиться тогда, когда он вообще никому будет не нужен. И, не знаю, Full Guys тот же, да, на Xbox One в последний момент прыгнул. И как-то это очень странно, и теперь вот ситуация с Resident Evil 4, но у меня вопрос к Филу, почему он не может нормально обеспечить контентом свою платформу, почему он не делает, так скажем, таких выпадов именно в свою сторону. Типа, ребята, как бы мы тоже хотим играть в нынешнее время, мы не хотим ждать, и почему такое происходит именно на стороне Xbox, я на самом деле не знаю. В любом случае, эти события не особо радуют, я очень надеюсь, что все-таки ремейк Horizon Zero Dawn не будет, потому что мы попросту офигеем от подобных ремейков, и если они еще будут окупаться, это... Новых игр не ждите, фиг знает сколько. И очень надеюсь, что все-таки ремейк Resident Evil 4 заскочит на Xbox One, хоть даже, наверное, и не сразу, но все-таки заскочит, я в это очень надеюсь. Конечно, как будет в итоге, поживем, увидим, но если вдруг вам понравился видеоролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр. Кстати, не забывайте писать еще свое мнение в комментариях. До новых встреч.